Вот все разговоры о том, в выборный период, в отношении направленности Трампа, что она там пророссийская или еще какая-то, значит, оба кандидата, я считаю, что это в первую очередь оскорбление Америки и американского народа. Оба кандидата проамериканские кандидаты, каждый из которых имеет свою программу. И программа Трампа, она отличается прагматизмом в сторону внутренней политики. Исходя из того, что можно почитать в открытом доступе, достаточно большое количество американских избирателей устало от той ситуации, когда Америка является таким своеобразным мировым полицейским и не занимается внутренними проблемами. Именно на этом и получилась победа Трампа по отношению к очень многим штатам. Я думаю, что вот как это не страшно, я соглашусь со своим, в чем-то со своим коллегой из Свободы в отношении того, что нам надо перестать заниматься и страдать от синдрома украинской меньшеварности. Действительно, мы должны думать сами о себе, о том, что кроме нас ситуацию в стране никто не исправит. Мы должны понять, что когда официальные лица, когда политики что-то говорят, это можно отнести там умное высказывание, глупое высказывание, но когда официальные лица страны, которые занимают высокие должности, действующие высокие должности, позволяют себе высказывания в адрес кандидата в президенты такой страны, как Соединенные Штаты Америки, это недопустимо, это фактически вмешательство в внутренние дела этой страны. И то, что вот на сегодняшний день мы видим, что ситуация, которая развивалась вокруг расследования в отношении, предположим, того же Манафорта, когда одни официальные лица из НАБУ говорят, да не, мы вообще ничего и не расследовали, а другие говорят, да не, там мы расследовали, но это было совсем не так. Еще почитать, что они говорили буквально три месяца назад, это просто недопустимо, ни в одной нормальной стране такого быть просто быть не может.